делаю стену из глиночурки почему я делаю перегородку из поленьев то есть глиночурку а не саманную может тебя будет интересовать этот вопрос ответ очень простой и и делать гораздо быстрее и проще меньше раствора готовить еще я перегородки делаю только для того чтобы в доме можно было зимовать можно так сказать готовлю дом для зимовки ну ты можешь спросить а что так доме или зимовать можно но очень много помещений мы допустим вот это помещение здесь как бы прихожая будет меня банька или душевая что-то в этом роде тут спальня вот сейчас здесь стоит кровать и здесь сплю здесь видно где будут перегородки вот тут там еще и все эти перегородки в основном нужны чтобы таки организовать такие воздушные карманы в которых будет гораздо прохладнее чем вот в этой центральной комнате где находится печь ракета и это центральная комната будет пригодна для зимовки да и принципе и перегородок можно зимовать но печь придется топить круглые сутки поскольку толщина стены меня всего лишь 40 45 сантиметров а этого маловато для такого большого помещения на одного человека то есть будет здесь человек 8 было бы на и так нормально одна печка бы спокойно можно было обогреть плюс сами люди выделяют тепло но так создав перегородки это еще одна причина почему именно из дров поскольку у дуба или вообще у любой древесины теплопроводность гораздо ниже чем у того же самана и тепло между комнатами будет передаваться намного медленнее чем если бы это была стена из самана вот в отличие как делали этот первый маленький домик мы здесь не раскалывали поленцы а прямо так это выложили целыми кругляками в то время как у меня вот такие здоровые дрова он допустим лежит и задравайтесь на будут сохнуть и трескаться и трещины сквозные трещины получится их сразу же рублю на дровишки и дровишки укладываю еще мы к положили полностью сырыми это древесина была очень очень свежая кора вот зеленая кора была даже еще кора не высохла еще сок был смоленистый такой все очень очень свежая но как я говорил трещины появились до трещины были где-то усадка произошла где-то были по 5 миллиметров такие вот трещинки здесь вокруг спаленцы они уходили ходуном туда-сюда и были видны щели сквозь дом но здесь были оставлены такие зазорчики по сантиметра два впадины не доложен раствор был и через два года сергей уже вот так заподлицо по замазывал раствором все эти щели вот все теперь прекрасно это вот такие вот щели были оставлены не щели а вот какое-то расстояние было при строительстве оставлено конечно это все можно было сделать еще аккуратно ложкой чайной или столовой когда раствор еще сырой наш народ застыл можно было разгладить высь да красивенько но тем не менее целыми поленцами тоже можно делать если дрова у вас не сильно большие на этот раз я не ложу целое поленье а вот разрубаю на такие вот дровишки также я не стараюсь это все аккуратно делать то есть все вылизывать так вот у меня торчит раствор цена сама по себе неровная вот такая поскольку дрова опять же неровные такого изогнутого полена довольно тяжело вырезать ровно дровишка сколько ровная дрова у меня идут на пол вот там я заморачиваюсь и стараюсь сделать максимально ровным а перегородку я так оставлять не буду торчащими дровишками а замажу и вот как все стену поштукатурю что как-то был общий вид раствор еще раз повторюсь использует очень такой как для саманной стены о том как определить раствор для стены я уже сказал в видео про приготовление растворов что это нужно подбирать когда заготавливаешь дровишки то хорошо очищай от сгнивших частей древесины что было вот чисто хорошая древесина вот сейчас для примера покажу вот видишь как здесь тут вроде нормальная древесина идет а тут уже сгнившая труха вот я могу вот руками просто наберется колопаться такое подгнившее дерево она моментально возобновить свое гнение в сыром самане саман быстро не высохнет неделю а то и месяц будет сохнуть и у вас начнется образовываться плесень которая распространится и на хорошее дерево от коры также надо избавляться только кора она тоже уже подгнившая вот допустим я просто беру вот руками все отламываю вот и неважно какая порода дерево или сосна у себя или дуб и там и там кора отваливается в первую очередь изгнивает как я там наткнулся на как бы мануал потом как строить дом из глиночурки и там был указан недостаток глиночурки это в том что очень тяжело срывать кору ну я никак не хочу это комментировать куча дуба здесь разный дуб он не гнил хорошо так лежал в дожде не было засуха и вся кора отлупливается очень хорошо топориком просто или он на такие чурки я не сразу топором ее рублю всю эту кору допустим 10 хорошо как-то вот но очень легко я пилю такие кругляки раскалывают топором а потом просто один раз тюкнул и кора сама отваливается никаких проблем бред какой-то вообще абсолютно никаких проблем с корой так что кто-то чепуху читал не волнуйтесь не берите в голову все отлично а Субтитры подогнал «Симон» Раствор для кладки поленцев я готовлю как обычный, только вместо соломы добавляю опилки, поскольку опилки остаются после пиления дров. Чтобы не ходить за соломой, опилки также прекрасно подходят. Сколько я его ложу, так не жалеюще, много не будет. Вот, столько где-то достаточно, даже еще мой чуть-чуть. Где-то 15% от объема всего раствора у меня опилки. Сейчас я еще сюда буду песок добавлять. Просто перемешаю сначала с опилками. Жидкий раствор сделал, засыпаю опилки. Перемешиваю это все дело с опилками, а потом добавляю еще песок. Я еще раз повторю, в качестве фибры может быть все что угодно. Начиная от сена и заканчивая какой-нибудь там древесной стружкой, крупной такой. Тот вопрос задают, что если древесину как-то на волокна начесать, тоже будет замечательно. Все что угодно. Можно даже вот в полипропиленном мешок он лежит, как-то распустить его на нити. И эти нити же опять же использовать. Вообще все что угодно. Что быстро не сгнет. Вот что сено самое плохо, поскольку оно может быстро сгнить. Здесь вот такой вот саман получается с опилками для глиночурки. Парпорты здесь абсолютно точно такие, как и для стены. Но только вместо соломы я использую опилки. Пускай опилок у меня много. Чтобы не ходить не за соломой, я вот пилю. И сразу там в мешке опилки. Сюда опилок закидываю. Опилок жалеть не надо. Чем больше, тем лучше. Чтобы от них хуже не будет. Вот уже раствор готов. Какой-то хорошенький он. Сирбанил кваску. Хорош. Кстати, для работы с деревом, особенно с дровишками, настоятельно рекомендую закупиться рукавичками. Обычными рукавицами. Типа таких. Поскольку очень легко схватить занозу от коммультургал. Вообще, здесь заноз целая уйма. Субтитры создавал DimaTorzok В кладке по ленце нет ничего сложного. Берешь раствор. Он должен быть не совсем жидким. Ну, чтобы ты мог вот так вот сделать комочки. Он оставался. Вкладываем, берем по ленце. Какому больше понравится. Ну, таким движением его туда. Втаптываем. Шитающий. И так продолжаем дальше. Стараемся, чтобы между каждым по ленцам была небольшая прослойка раствора. Что я делаю в перчатках? Нет, здесь никакой, ничего я сюда не добавлял. Никакого цемента, ничего. Просто мне потом не хочется мыть руки. Постоянно бегать. Когда тачку, допустим, буду возить за следующим раствором. Я просто перчатки сниму. Повезу тачку. Накидаю раствор, надену перчатки. Потом опять сниму перчатки, привезу. Ручки не запачкаются. И вообще, что-то там взять, поднести. Как-то быстро. Не придется тебе полчаса отмывать руки от глины и так далее. Да, поначалу, когда строили тот первый домик, я работал полностью голыми руками. Мне хотелось это делать. Мне хотелось щупать эту глину. Мне нравилось ковыряться в изи. Ну, сейчас это уже немножко отошло. Уже ты понимаешь, какой раствор. Что-то такое, что-то такое глина. Целыми днями в этой глине проводишься. И на первый план выходят немножко другие показатели. Допустим, как меньше времени потратить на мытье рук потом дальнейшее. Да и тем более, у меня сейчас с водой косяк. Как-то тратить тут, блин, пол ведра воды. Ну, не пол ведра, а пускай там литр воды, чтобы помыть руки. Для меня это большое расточительство. Воды все меньше и меньше. Теперь, поделом, такой механизм. Ведро уже невозможно набрать. Если так ведром черпаешь, то получается, может, одна пятая часть ведра набирается, и то меньше. И что я сделал? Вот такой вот механизм. Я даже когда посуду мою, я эту воду не выливаю, а оставляю для того, что потом в ней замешиваю саман. Ну, ничего страшного. Там кусочки пищи будут. Там, допустим, он блины готовил. Кастрюля в муке была. Отлично. В саман добавить муки, это вообще прекрасно. Там чуть-чуть маслица будет. Лучшее качество будет промасленный саман. Это еще лучше. А вообще, если было льняное масло, добавляешь льняное масло. И вообще саман не будет размываться даже водой. Приобретает очень крутое свойство. Но если ты будешь делать глиночурку дом, не перегородки, а вообще наружную стену дома, несущую, то есть такая фишечка, допустим. Ты берешь, ложишь здесь саман, с этого края саман. Так, хорошенечко его прижимаешь. Потом ложишь с этой стороны. Вот с этой стороны. Чуть-чуть даже можно вынуть. Вот так. Здесь остается такое пространство, сантиметров 15, допустим, которое ты заполнишь обычными опилками. Можно машину опилок заказать, она там копейки стоит на какой-нибудь лесопилке, где им вообще не знают, куда эти опилки девать. Вот заказываешь машину опилок, и для несущей стены снаружи ты засыпаешь прослойку опилок, как теплоизолятор. Очень круто. У тебя дом получится намного теплее. Ну а также, когда будешь делать только промежуток, то где-то каждый, допустим, там, ну, каждый 30 сантиметров делай прослойку полностью из глины. То бы организовать небольшую такую-то перевязку между вот этими пустотами. То есть так пойдешь до самого верха. Ну, я думаю, тоже ничего страшного не будет. Ну, на всякий случай, лично я, я бы делал так. Я бы делал небольшую перевязку. Я об этом нигде не читал. Кто так делает? Я такой видел, такую технологию. Ну, это личные маяки, это домыслы, что лучше перевязать потом полностью глиной слой, допустим, 10 сантиметров, два поленца перевязать полностью глиной, чтобы слой был полностью вот так вот перевязан. А потом дальше вложить с опилками. Ну, так вот каждые 30 сантиметров, допустим. В доме особо это незачем делать. Да и нет мне лишней копеечки, чтобы заказать машину опилок. Поэтому я полностью все делаю из глины. Да и вряд ли я бы делал, если бы даже вылетки лишних средств, я бы не делал внутри дома и запил. Во-первых, глина на плюс сыграет роль, как накопитель тепла. Я бы лучше заказал машину с глиной и с песком, чтобы не рыть яму и не носить песок, а сразу, чтобы вот лежал на участке куча песка и рядом куча глины. Пришел с ведрами, чик-чик набрал другого второго, высыпал, замешал. КОНЕЦ Ну вот, как-то так. Надеюсь, до зимы успеть построить все перегородки и уже побыть здесь, когда будет температура в минусах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok